Вы вообще по натуре оптимист или пессимист? В зависимости от условий. Ну, так как вы говорите, что вот, а я вот сейчас что-то скажу, а вдруг кто не так, кого-то не упомянул. Глядя на то, что Украина бурлит, я оптимист. Глядя на то, что здесь как глухо, как на кладбище, я пессимист. Ну, поэтому как? Ну, так вот. То есть вы сейчас с Украины к нам приехали? Нет, я просто, мы-то невольно вспоминаем о том, что мы с Женей имеем украинские корни. Ну, истинно русские, поскольку Украина это название никакое, оно ничем не говорит. То есть на Украине вы оптимист, в России пессимист. Да. Начинаем передачу. Здравствуйте. В эфире программа «Многоточие». Меня зовут Александр Мягченков. А в студии у нас сегодня удивительный, необычный герой, яркий человек, композитор, аранжировщик, журналист, продюсер, член Союза композиторов России, при всем том, говорит, люблю Украину больше, заслуженный деятель искусств России Юрий Григорьевич Мартынов. Белокурый певец с ямочкой на подбородке. Это не он, это его брат. Певец Евгений Мартынов был 80-й звездой советской эстрады. Он жил с семьей в Донбассе, на Донбассе, получил музыкальное образование по классу кларнета, но выбрал эстраду. Сначала писал песни, потом начал исполнять их сам. «Березка», «Верую в тебя», «Выдумал тебя», «Лебединая верность», «Мамины глаза», «Натали», «Отчий дом», я бы мог продолжать и дальше. Но вместе с Мартыновым эти песни пела вся страна. К сожалению, его жизнь оказалась очень короткой, но даже третьей части хватило бы на то, что музыкант, наверное, точно вошел бы в историю советской песни. Третьей части хватило бы, наверное, да? Я думаю, двух песен хватило бы Мартыновским, чтобы войти в историю советской... Чарли Чаплин сказал великолепную такую фразу «Одной жизни слишком мало для создания одного шедевра». Поэтому у Жени шедевры такие есть. Эти шедевры, как мы упоминали в прошлой программе, это и «Баллада матери», «Лебединая верность», «Я тебе весь мир подарю». Это действительно шедевры, которые могут жить и живут помимо Жени, помимо автора, их поют. И не задумывается часто, кто их сочинил. Немножко там подправляют слова мелодии, нисколько подправляют, а... Вы обижаетесь и подаете в суд, и судитесь. Ну, нет, конечно. Нет, нет. Потому что это очень хорошо, что вы защитник творчества своего брата. Судиться с народом невозможно. Бывает только, конечно, когда редакция берет на себе больше полномочий, чем это нужно. Значит, надо с редакцией судиться. С редакцией, да, приходилось. Всех засудим, кто будет искажать творчество Евгения Георгиевича Мартынова. Все правильно, да. А вот вы создатель, и, я так знаю, бессменный до сих пор, президент Московского культурного общества «Клуб Евгений Мартынов». Были у нас тоже эти функции президента Андрей Дементьев выполнял по поэтс-автору Жени. Также Валерий Иванович Петров одно время, он был главный музыкальный редактор Всесоюзного радио. Вот. Ну, сейчас эти функции выполняю я, поскольку, в принципе, ну, кому-ка, как не мне этим заниматься. Ну, да, да. Мало того, знаете, вот вся жизнь моя, вот так вот, она раскололась на две части, на до 90-го года и на после. Поэтому, как с Женей не стало, вот все, что связано с его именем, творчеством, с памятью, легло, естественно, на мои плечи, поскольку все остальные, ну, родня с той стороны по женской линии сразу, так сказать, в сторону отошла. И у меня остались на руках там наши инвалиды войны, мама и отец. И все, что было, начиная с проблемы там памятника, если кто помнит, это же были самые такие дурные наши годы, когда советской власти уже не стало. Лихие 90-е. И капитализм еще не установился, то есть, как хочешь, так все проблемы лично с тобой, как ты с ними будешь разбираться. И поэтому все, что было связано с Женей, и памятника сооружения, концерты памяти, программы памяти, вот телевизионные, диски, и сначала пластинки, я три пластинки еще успел сделать гиганта Жениных на фирме «Мелодия». Это были самые последние пластинки, которые завод «Апрелевский» выпустил, и на этом остановился. Вот циники, вероятно, скажут, ну, конечно же, брат написал все это, создал богатство, а они вот теперь это все используют. Циники, повторяю. Но докажите мне, что все-таки это вот ради памяти. Вот, ну, чтобы действительно люди поняли, что и клуб, и книга, которая вышла «Лебединая верность» Евгения Мартынова, вы автор этой книги, это все именно в память, да, а не получить какие-то гонорары, чтобы как-то существовать. А с этого невозможно получить гонорары, поскольку весь, изначально это нужно ту же книгу написать, в отличие, знаете, от многих, которые сейчас именуют писатели, они просто в диктофон это все наговаривают, потом редактор это все, редактируют, у меня рукописи, у меня 9 рукописей от руки. Вы не пользуетесь компьютером. Вот, потом переписчица, машинистка, это все еще печатала на машинке, там-то тоже правлено это все. Я как-то храню архивы, это сумасшедшая работа, просто сумасшедшая работа. Но без любви, я так понимаю, к своему брату это невозможно было сделать? Понимаете, еще тут одна, когда Женя не стало, то на поминках, потом на годовщине наши великие поэты вставали, Женины соавторы, ну там Вознесенский был, Роберт Иванович Рождественский, Андрей Дементьев, ну все сказали, что надо книгу написать, и мы ее напишем, мы вроде бы как бы уже начали писать. Сказали и забыли. Ну я-то прекрасно, так сказать, это понял уже, что если я это все делать не буду, ни Союз Композиторов памятник не поставит, ни Министерство культуры, хотя это вроде бы раньше еще в Советском... А так они и не сделали ничего. Это все просто легло на меня, на клуб Евгения Мартынова, а по большому счету, значит, что такое клуб Евгения Мартынова? Все, теперь это понятно. Это я и мои гонорары. Да, я понимаю, я понимаю, поэтому, понимаете, если вы сами... Человек определяется по поступкам. Памятник вы поставили, все сделали, книжку написали. Любой концерт начинается с чего? С аренды зала. Его кто-то должен оплатить, эту аренду. Если, к примеру, раньше все концертные площадки, все театры, эстрады, Кремлевская, Россия работали, у них своя была бригада, сами делали афиши, сами заботились о сборе, так сказать, этой кассы, вот, то теперь все сдают в аренду эти площади. То есть, хотите проводить концерт, свадьбу, день рождения? Проводите. Вот вам расценки, заказывайте, да, какой... А придут люди, их не уже не... Не касается, они взяли, отбили свое вот это за аренду, за свои услуги режиссерские, за свет, так сказать, всякие вот дымовые установки, компьютерные. Дальше это ваши проблемы. Берите займ, берите, возвращайте, нас не касается. Ну, это дело известное. Вот скажите, если бы, например, вот висит афиша Юрия Мартынова, вы, да, концерт Юрия Мартынова, там у вас и ваши произведения, песни, я так понимаю, да, или бывают симфонические какие-то концерты? Вы выступаете в каком качестве? Знаете, вот, и как вы говорите, вот висит афиша концерт. Вот для того, чтобы дебет с кредитом свести, это нужно четко рассчитывать на аудиторию конкретно. То есть вы хотите сказать, на вас не придут? Нет. А если будет Евгений Мартынов, то народ... В Кремль не придут, конечно, я к кремлевскую площадку не заполню. Я ее должен буду заполнить чем? Чтобы в концерте такого-то композитора принимают участие, и дальше искусственно я должен буду привлекать известные фамилии исполнителей. Пойдут ли еще эти исполнители? Вот, ну, если, тут есть у нас такая ситуация, исполнители тоже хотят связываться, включать свою себя, свою судьбу и энергию в громкое какое-то дело, которое... Конечно. ...с достойной концертной площадкой. К примеру, если нужно выступить, ну, у нас регулярно проводится Московская осень, в Союзе Комбейтеров фестиваль новых произведений, там мы все что-то показываем. Одно дело, есть круг исполнителей, которые рады там выступить. Рады в Союзе композиторов, в зале на нашем. Это все понятно. Другой уровень, которые туда не пойдут, уровень исполнителей. Им меньше, чем... Они уже даже в концертный зал «Россия» с натягом. Хорошо, кто пойдет на ваш концерт? Вот вы, творческий вечер Юрия Мартынова. Это нужно отдельно. Но есть исполнители, которые исполняют ваши песни. Пойдут они к вам или нет? Ну, давайте откровенно говорите. Не, ну, куда же они денутся? Ну, мне проще, понимаете... Зритель придет на них, правильно? Это нужно отдельно. Это завлекал. Это нужно отдельно. Все люди, которые, ну, самые известные исполнители, вот, ну, они вам не признаются, что если повесить вот сейчас афишу, что вот концерт там, ну, я не хочу никого обижать, то у нас заполняемость зала того же Кремлевского треть. 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 Одна треть. Поскольку все концерты одинаковые. Они включают, вот, к примеру, звезда Сидоров. У него в гостях. И начинается от Кобзон, и все пошло. Газманов, и одна и та же эта тусовка. Так. У Сидорова, у Петрова, у Иванова. Понимаю. И поэтому продается реально треть билетов. Все остальное заполняется искусственно. То есть, когда... Это вы точно знаете. Абсолютно. Я знаю, что если все попытки собрать вот зал, взять в аренду, взять кредит, вот, в расчете на билеты, за два дня выясняется, что продана треть. У всех абсолютно. И дальше я прихожу к генеральному директору этого зала. Что и к Бугачеву, то есть там, и Киркоров. У меня снимается программа, мне нужен полный зал. И дальше я предоставляю вам реализовать билеты, как вы хотите. Систему, понял. И туда приходят уже по фондам. Фонды инвалидов, фонды многодетных, фонды ветеранов. И получается, мало того, стоимость, кого вы говорите, там, этих всех известных людей. Люди туда свои деньги уже не идут тратить. Все понятно. На них тратятся из социальных фондов. Все понятно. И тогда зал заполняется. Как вы взялись, я смотрю. Подождите, а на периферию, вот вы приезжаете, на периферии же проще. Юрий Мартынов пойдут на вас. Но когда написано Евгений Мартынов, идут же люди. Ну, понимаете, Александр, никто вам не скажет правду. Вот я даже приезжая на родину, вот, то ли в Донбасс, в Донецк, Артемовск, то ли вторая наша родина по маме, где Женя родился в Камышин. Вот, от меня ждут помощи материальной, а не я. Так вы же фонд. Вы же клуб Евгений Мартынов. Правильно. Они считают, что у вас огромное количество денег. О чем и речь. Дайте денег. О чем и речь. Помогите, дорогой мой. И поэтому, то, что все придут, это само собой. Но билеты покупать никто не хочет. Нет, мы говорим про билеты. Нет, о чем и речь. Мало того, вот сейчас какие там концерты могут быть в Донбассе. Только повесить, что вот я из Москвы. А тем более, если концерт памяти Мартынова, это меня уже здесь будут доставать. Все, чтобы я дал. 10, 100 билетов, землячество донбассовцев. Оттуда будут звонить. Ну, а зачем вам деньги, когда есть память о брате? Тем не менее. Пусть идут бесплатно. Дальше выясняется. Аренду зала кто будет платить? А телевидение же нам надо, но ему хотя бы что-то заплатить нужно. Вы заплатите. Вы же президент клуба. О чем и речь. Поэтому, то, что ставить в вопрос, что вытащат деньги и заплатят, нет. У нас сейчас все артисты зарабатывают исключительно на корпоративах. И на праздничных. Не надо. Вот здесь не надо. Праздничных состадионных мероприятий. У Киркорова 10 концертов или больше подряд в Кремлевском дворце съездов. И вы думаете, что это приносит прибыль? А зачем он 10 тогда? Сделал бы 2, 1. Вон по телевизору каждый день идет реклама. Никто вам не скажет, что кремлевские концерты идут в ущерб и в убыток. Никто не признается в этом. Тут есть над чем поразмышлять, дорогие друзья. Напоминаю, что вы смотрите программу «Многоточие». Меня зовут Александр Мягченков, а в студии у нас продюсер Юрий Мартынов. Мало того, для того, чтобы в каких-то магазинах стоял диск и сидит в DVD, вы думаете, магазин платит этому производителю? Кто платит? Тот, кто издал этот диск, он должен как арендовать вот эту площадку. Мы же хотели капитализма. Вы же хотели. Мы получили. Никто не признается, что весь доход у наших звезд идет от свадьб. Копоративы, да. Мы говорили. Вот оттуда. А также от праздничных концертах на стадионах. Вот когда вот большие праздничные концерты. Были времена, прошли, были иные. Но, понимаете, если человек делает свой авторский или делает свой сольный концерт в Кремле или там в холле в Крокус-Сит, то на нем лежат все декорации, а декорации все круче и круче становятся. И уже Первый канал, он не берет в эфир программу, у которой просто задник раздвигается, кулиса, и сдвигается. Там нужно компьютерное такое шоу, поскольку сравнивается. Мы же сравниваем себя с Америкой и говорим, что центр, тем не менее, у нас в России. Ну как, у вас вся страна, 120 миллионов смотрит Первый канал. Это все каким-то образом должен каким-то реализовать, где он будет брать деньги. Никого не касается. А потом поедете по стране после телевизионного эфира и заработаете. Так говорит Эрнс. Да, и потом, возможно, вы это отобьете. Если не отобьете, ваши проблемы. Но вот это для того, чтобы все летало, лебеди по залу летали, как компьютерное, чтобы моря заполняли волнами, значит, этот зал. Это все вы должны сделать. Тот, который делает свадьбу ли, концерт ли. Ну, если вы хотите на Первом канале память о брате, то можно все-таки как-то вот что-то придумать. Правильно. А спонсоры, а люди, которые любят его песни. Я их никогда в глаза не видел. Ну как, они же говорят, я люблю песни Мартынов. Вы любите, помогите. Сделайте хотя бы один вечер, я не знаю, в пятилетку, такой действительно, в Кремле, чтобы Первый канал снимал. Все программы, которые мне удается в моем бюджете создавать, потом монтировать, предлагать разным телеканалам, от них, разумеется, Первый канал откажется. Поскольку, мало того, Первый канал сам хочет, и все центральные каналы, получить заказ. И сам хочет выставить счет. Вот, вот мы видите, вы снимали на сколько, в пяти камерах, ну что это. Вот, у нас 50 камер будет по счету. Там не нужно, то есть 50 камер, к примеру, это на каждый палец по камере, в каждый глаз по камере. Ну, это вы сейчас утрируете, никак. 50 камер можно в большом пространстве очень удачно разместить, чтобы было как 3D. Хоть 500, но ведь, так сказать, здесь обязанность, если я или вы проводите концерт, вы должны по счету оплатить эти все 50 камер. Значит, стали мы жить хуже, раньше было лучше. Само собой, поскольку это производилось автоматически. Вот, а поэтому, вот Женя ездил на Волге, у него была Волга белая, это же ведь тогда считалось роскошной невероятной. Ну. Да, а потом все денежки сгорели, я так понимаю. У Жени? Как у всех людей. Нет, ну, просто, нет, почему же, Женя-то в 90-м году умер, он умер обеспеченным человеком. Нет, ну, а у него же осталось что-то, ведь у Жени есть семья, супруга, сын. А, в этом смысле, ну, да, когда, да, да, вступили в права уже на наследственное, то уже мы прошли через так называемую Павловскую реформу. Помните, когда сразу автоматически в три раза все, так сказать, подешевело, в три раза Павловская реформа. Потом, мало того, арестованы были все валютные счета. У нас же, мы же живем в неправовом государстве. У нас, например, любую валюту сейчас, любое золото можно, государство объявит, что золото нужно сдавать под угрозой смертной казни, как в революции будет. Ни золото не поможет, ни валюта не поможет, ничего. Поэтому, также были заблокированы все счета вне Шторгбанка. У нас все, в частности, авторские гонорары поступали через Вне Шторгбанк. Они были заблокированы, поскольку Ельцин сказал, что государство банкрот, и ему нужны деньги. И потом частями с большим трудом, без всяких процентов, стали отдаваться. Был лом, круговорот со всего Советского Союза, уже отделились эти государства, распались. Но приезжали и здесь ночевали вокруг этого банка, чтобы получить свои вот эти тысячу, вторую тысячу долларов. Но тогда, в начале 90-х, это были очень большие деньги. И получить их было просто с боем, и очень трудно. Просто с боем удавалось получить. У вас большая семья? Я один сам по себе. Ну вот смотрите, значит, вам нужны деньги, если только действительно память о брате нести и продолжать. Практически, да. Какие-то концерты, телевизионные эфиры. А уже не осталась семья, да? Его жена живет, насколько я знаю, в Испании. Ну да, и остался сын. И сын. Сколько сыну лет сейчас? Сыну 85-го года. 31 год. 32 будет, да. Но Евгений застал немного вот этого смутного времени перед своей смертью. Вот эта записка, да. Может быть, мы с тобой, это он пишет вам, да, чего-то не понимаем. Я уже устал от всего этого, мои нервы не выдерживают. А самое главное, стыдно. Стыдно толкаться почти что кулаками, отстаивая право на своему творчеству на место в эфире. Великий Евгений Мартынов пишет брату своему, что ему стыдно за страну. Нас попросили сделать статью в размышления о перестройке. Вот, и я писал свой там блок, а Женя писал свой. Вот, и, значит, сначала статья вышла вот в таком, в сокращенном, где я, где Женя. А потом, когда Жени не стало, я уже полностью, уже издал ее только Женины, без моих каких-то... Ну, я понимаю. Хорошо. Это даже не самое главное. Я хочу сейчас не об этом. Вот, если брать какой-то пример, много таких примеров. Ну, вот взять Александру Николаевну Пахмутову. Выдающийся советский композитор, да? Ну. Добронрав. Был какое-то время, вообще даже никто не помнил, где оживы ли эти люди. Вот сейчас настали времена, когда и возникает и Пахмутова, и Добронравов. Люди из того времени, но талантливые люди. Не те, кто воспевали советскую власть просто как бы. А именно так. Вот как вы думаете, вот если бы Женя Мартынов, ваш брат, был жив сегодня, наверное, у него сейчас новая полоса пошла бы, подъема. Вы не думали об этом? Ну, почему не думали? С одной стороны, быт, да кабы и в истории, это все так. Это понятно. Мы можем поразмышлять, да? Интересно же. С другой стороны, я уверен, где-то так бы, что Женя никуда бы и не пропал. Тем более, у него я был другого. Я как раз другого поколения. Я и на ноги как раз становился вот в эти годы. То есть я вступил в Союз. Я уже с Женей какие-то делал аранжировки. Мы с ним вместе стали уже как-то... Пару песен мы уже с ним вместе сделали. То есть Жене было бы, если бы как-то так, но не случилось вот этого трагического. Женя бы удержался и, может быть, даже еще и выше. Вот скажите, по поводу трагического. До сих пор официальная причина смерти, она какая-то сомнительная. Вот эта сердечная недостаточность. Вы же занимались этим серьезно. Вот ваше слово для меня лично будет последнее. Скажите, вы согласны с официальной формулировкой причины смерти? Или все-таки там остались какие-то тайны, загадки? Неизвестно кто, неизвестно почему же он был убит. С точки зрения «Согласна». То, что этот эпикриз со мной согласовывался, в этом плане да. Но он не соответствует действительности. Просто очень многие вот такие события овеяны... Ну, с одной стороны тайной, с другой стороны не тайной, а другими причинами они не выдаются. И поэтому, когда уходят знаковые люди, то приходят к какому-то политическому соглашению. Пусть будет так. А поэтому острая сердечная недостаточность – это такой компромисс, вроде бы. Она может возникнуть абсолютно от разных. Если человека задушить, то это тоже острая сердечная недостаточность. Но если вы говорите, что здесь непонятно, все осталось под знаком «Х», скажем так, под знаком вопроса. С одной стороны, ну как непонятно. До самых мелочей здесь, разумеется, я не могу, может только сверху ангелы или боги видели, что внутри, что внаружи. Но реально, официально, то, что я знаю, и то, что по анализам, это было отравление. Там был токсикоз со смертельной дозой ядохимикатов, который... То есть его кто-то мог отравить? Вот это да, вот это уже осталось случайно ли это вышло, или это было сознательно. Но в крови было, начиная от так называемого паленого алкоголя, вот некоторые, ну знаете, всю жизнь пьют, там этот боярыш, боярку свою, и довольны. А некоторым достаточно понюхать и сразу... Поэтому у каждого своя защитная реакция и организм, ну вот начиная от этого, вот фактора был. И плюс еще там абсолютно неправильно была оказана помощь. Это была даже не помощь, когда приехала милиция, то стала употреблять, применять нашатырный спирт. Как правило, она же не ваткой, там это все делает, как показывает, что она же ватку. Она берет сразу там в ладонь и... Ну, об этом очень много написано, я думаю, многие читали, кто интересует историю. Значит, мне важна ваша точка зрения. Вы считаете, что эта вот официальная версия, которую вы и зафиксировали, она все-таки остается неверной. Я знаю еще на примере нашего отца, точно так же ситуация, когда через полтора года умер отец, у него был действительно отек, внезапный отек легких. Он еще ведь с финской войны у него было двухстороннее воспаление легких, крупозное там изменение. И вот простуда одна перешла там в грипп, грипп дало вот это вот воспаление легких, которое перешло в отек. Отек возникает внезапно, сразу, а скорая помощь приехала, это было уже в Донбассе. Что стало говорить, что это там что-то-то, ну, короче, не то совершенно, а другое. В результате на глазах еле, так сказать, отца потом попривезли в больницу, и он там умер. И потом врач меня стала уговаривать, давайте напишем, что это вот будет вот так вот, а не так. Вы считаете, что это все нормально, как бы в то время? В наше время, вот я вот на конкретных своих примерах, то есть то, что написано, и то, что реально, это совершенно не соответствует. История есть одна, а писаная история совершенно друг другу. Скажите, потому что время стремительно заканчивается, а хотелось бы еще вот узнать. Вы Евгению посвятили ведь какое-то произведение, вы же композитор, и такая любовь к брату. Что-то написали, какую-то песню? Ну, непосредственно, чтобы это вот так вот было, конкретно называлось. Но невольно так вышло, когда мы проводили первый концерт памяти в Театре эстрады, то я Роберту Ивановичу позвонил, Рождественскую, сказал, что вот есть мелодия такая. От Жени осталось у него несколько мелодий. Не попробуете ли вы вот что-то специально концерту этому? И Роберт Иванович записал на магнитофон то, что я ему пел, вот, и позвонил мне через день и сказал, приходи, вот, послушай, значит, посмотрим, что это вышло. И так получилась песня под названием «Я еще вернусь». Вот она, разумеется, ассоциируется с Евгением Мартыновым, это концерт у его памяти, от его имени вроде как бы написано, но это получилась и последняя подтекстовка у Роберта Ивановича. Она и от его имени. «Я еще вернусь, сдрогну и проснусь, и до вас опять песней дотянусь». «Я еще вернусь», эту песню пел Михаил Евдокимов, это было у Миши первое исполнение как певца, он первое его выступление как певца, и до этого он не пел. И мало того, получилось так, что Мишу уже как народного артиста и губернатора хоронили под эту песню. И на всех вот съемках исторических звучит эта песня «Я еще вернусь», и она ассоциируется с Михаилом Евдокимовым. Ну и сейчас, когда вот исполнителей уже и Миши не осталось, эту песню пою я, ну как и основной вот так вроде исполнитель. И она, разумеется, вот всеми воспринимается, что это и в память и Мартынове, и Рождественском, и Михаиле Евдокимове. Наверное, вот это самый такой вот, что ли, как пример олицетворениях. Спасибо вам большое за память о брате. Спасибо вам. Вы знаете, что здесь есть над чем поразмышлять, над нашим разговором. Интересно даже поразмышлять. Поэтому давайте в конце нашей передачи не будем ставить точку, а поставим многоточие. Спасибо вам огромное. С вами были тележурналист Александр Мягченков и композитор Юрий Мартынов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова